В прошлой серии мы исследовали побережье Уайлд Кост, Гаррет и я занимались рыбной ловлей и поймали морского окуня. 20 минут спустя он стал нашим ланчем, а вечером мы отдыхали, сидя у костра. Прекрасное окончание дня. Я спрашивал сам себя, когда жизнь и еда превратились в сиюминутное удовлетворение нужд, самообслуживание, телеобеды, курицу из микроволновки за 15 минут, шоколадный мусс из упаковки, деньги ни за что и любовь за деньги, подменив бесценную дружбу, выходные на природе, солнечный свет и отличные пикники. Итак, добро пожаловать. Это «Приготовлено в Африке». Это моя жизнь. «Приготовлено в Африке». Какая прелесть. Не пытайтесь это повторить. Дэнни, хочешь? Чертовски вкусно. Иди посмотри. Прелесть. Лучше не бывает. Дэйл нашел еще. Когда занимаетесь сбором даров природы, берите только то, что вам нужно. Если вы проявите немного уважения, природа вас щедро вознаградит. Запомните самое главное. Ничего не тратьте даром. Всего четыре слова, но, думаю, вы меня прекрасно поняли. Это значит, что я имею в виду. Кена креща путьи. Коя бе ту сит-си. Сла сеге ку. Кена креща путьи. Коя бе ту сит-си. Сла сеге ку. Такая рыба лезет просто нахально. Увидимся. Пока сегодня идет все замечательно. Мы уже успели немного порыбачить. Сейчас я хочу приготовить для ребят блинчики и кое-что еще, а потом мы займемся уловом. А еще позднее вечером я сделаю потрясающее уайлдкостское вонголе с домашними тельятелли. Отличный способ расслабиться в восьмой серии. Одно из преимуществ пребывания в Транске и возможность попробовать вэт коек. С ними мне поможет Патрисия. Она покажет, как их надо готовить. Хорошо, Патрисия, начиная. У нее приготовлено около двух килограммов муки и теплая вода. Она сказала, понадобится вот столько сахара, чайная ложка соли и две чайных ложки сухих дрожжей. К этому мы добавим теплую воду, чтобы получить нужную консистенцию. Итак, сейчас Патрисия займется тестом. Она покажет мне все с самого начала. Сначала соль. Слегка перемешиваем. Сухие дрожжи. Вот как делаются подобные вещи. Под музыку. Сахар. Насыпайте все. Последнее. А потом перемешиваем? Да. Скажи, если двигаться по кругу, будет вкуснее? Думаю, да. Почти все. Добавим воды. Это делается одной рукой, не двумя. Вымешивать одной рукой? Да. Медленно вдавливаем? Да. Вымешиваем все вместе. Дрожжи, сахар, муку. Почему ты начинаешь с одной стороны? Так тесто становится более однородным. Однородным? Понятно. Мы с Патрисией знакомы лет 20. Мы познакомились у Коса, детьми. Я был Кведин. Ребенок, да? 20 лет назад я был вот таким, а Патрисия была вот такой. Итак, Патрисия сначала вымешивает тесто с одной стороны, пока оно не станет однородным. На это просто нужно некоторое время. Здесь мука и дрожжи. Не любишь то, что готовишь, ничего не выйдет, так? Еще. Да, теперь с другой стороны. Ан-н-н на языке Коса обозначает чуть-чуть. Аманзи, теплая вода. Шоша Аманзи, как будет теплая? Диги-диги, вода. Диги-диги, вода. Да, Аманзи, а диги-диги. Важный момент в приготовлении вэткоек. На данном этапе не останавливайтесь, потому что вы замешиваете дрожжи. Я прав? Да. Она делает тесто однородным. То есть, можно сказать, объединяет все компоненты. Как видите, тесто промешано, а Патрисия сказала, что после этого его нужно закрыть пленкой. Раньше с этой целью использовали влажную ткань. Закрываем пленкой и оставляем подниматься. На это уйдет около двух часов. Чтобы сделать вэткоек. Получится отличный вэткоек, да? Да, на улице, на огне. На улице, на огне. Ладно, договорились. Сегодня днем нам нужно будет обязательно собраться. К сожалению, завтра утром надо двигаться вдоль побережья дальше. Это будет восьми-девятичасовой переезд на нашем динозавре. И пока вэткоек поднимается и все такое, я хочу накормить ребят блинчиками. У меня есть мука. Возможно, понадобится еще. По волшебству. Еще мука. Разбиваем яйца. Яичные желтки и белки. Все сюда. Я считаю, когда готовишь блинчики, главное – ощущение. Начинаем смешивать ингредиенты. Некоторые используют для этого технику. Я предпочитаю руками. По-моему, так веселее, чем с чем-то электрическим. Я взял 12, но это примерно на такое количество муки. Определяешь ее количество сам, а потом кладешь сколько надо яиц. А теперь просто перемешиваем. Останется только добавить сюда сливочного масла. Френ, налей сюда, пожалуйста, немного молока. Осторожно, чуть-чуть. Хорошо. Я хочу, чтобы, пока я этим занят, ты показал мои мускулы. Что, блинчики или мускулы? Я могу напрячь еще. Класс. Сюрприз. Гаррет, сейчас же еще утро. Да, но хочется пить. Как видите, что тесто стало более жидким, а должно быть еще жиже, так что сейчас надо добавить сюда молока. Френ. В результате должна получиться примерно такая консистенция. Видите, какое текучее? Итак, приступим. Делаем следующее. Блинчик прожаривается с одной стороны, а потом я его переворачиваю. Ребята, я хочу, чтобы вы ели блинчики горячими, так что, как только я их буду класть, подходите, берите и сворачивайте. Создавайте свою собственную систему. Первый блинчик Дженни. Фаворитизм. Фаворитизм? Когда я вас не кормлю, это делает она, так что вы должны быть благодарны. Все с вами ясно. Иди. Хорошо. Блинчики такие большие, что вы можете поделиться с тем, кто вам больше нравится. Хочешь? Так вкусно. Знаешь, как я их обычно ем? Запихиваю целиком. Сними, как я это ем. Сейчас все бродят вокруг, занимаясь своими делами. Прошло около двух часов с тех пор, как мы, как Патрисия, поставила подниматься тесто для веткоек. Она уже сделала небольшие шарики размером с кулак, обваляла их в муке и сейчас пожарит их во фритюре. Кстати, веткоек в переводе означает «жирный пирожок». Как видите, их жарят в большом количестве растительного масла, так что это будет очень полезно и питательно. Покажи им, Патрисия. Патрисия, сколько времени они должны жариться? Десять минут. Десять минут и все. Просто кладем остывать. Пойду принесу то, что нужно для ланча. Увидимся через пару секунд. Патрисия за всем присмотрит. Это называется эффект домино. Джаз, ты сегодня модный. Да, я в одежде бо. У меня нет ничего подобного. Такое только бо и потащит. Бо обнажен. Смотрите, какие они красивые, румяные и аппетитные. А это наш ланч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просидел на берегу порядка 45 минут. Просто созерцая океан. Это одно из тех мест, куда можно прийти и просто расслабиться. Что самое замечательное, во время отдыха вы выходите на берег, рыбачите и собираете мидий, устриц и тому подобное. Паста с морепродуктами со всем, что плавает. А затем готовите все это для своих друзей. Итак, сегодня у нас будет Уилд Костская Вон Голе с мидиями. У меня есть устрицы, а Гарретт принесет небольших луцианов, с которых мы снимем филе. А после этого мы приготовим на всех замечательный томатный соус и домашнюю пасту. Вот из этого. Мы хотим, чтобы все ребята пришли и помогли нам. Вот и все. Итак, для начала приготовим мидий в небольшом количестве белого вина. Обожаю эту кухню. Здесь все есть. Наливаем белое вино, совсем немного. При нагревании мидий начнут распахивать створки и дадут свой сок. Я собираюсь использовать часть этого бульона для томатного Вон Голе. С этим все. Тем временем я приглашу сюда всех ребят, чтобы они помогли мне приготовить пасту. Хватит держаться в тени и иди, Стюарт. Знаете, как делать пасту? Нет. Закрепляете это. И это. С той стороны есть отверстие. Так, вам, ребята, надо... Френ, дай, пожалуйста, муки. Нет, оно слишком липкое. Мне надо, чтобы вы... Вам приходилось это делать? Нет. Тесто слишком липкое, поэтому нужно слегка присыпать его мукой и положить вот сюда, чтобы оно к вам не липло. Возьмем примерно вот столько. Итак, я расскажу вам, как сделать свое собственное тесто для пасты. Нужно одно яйцо на чашку муки. Я тут уже вспотел. Берете шарик примерно такого размера, прижимаете одной стороной в муку, втираете, прижимаете другой, втираете и пропускаете, вращая рукоять. В муку, если не будете стараться, сами знаете, как это на вас отразится, да? Так, Гаррет, принеси мне рыбу. Сними с нее, пожалуйста, филе. Вот два замечательных черноперых луца, на которых мы поймали утром. Очисти их от костей. На все сто. Я сейчас так рад. Конечно, я очень рад, что филе с рыбой снимает Гаррет, потому что ненавижу эту работу. Именно поэтому мы взяли с собой рыбные палочки. Мидии готовы. Фрэн, сними сверху друшлаг. Дуршлаг. Да, сын друшлага. Что я сказал? Ты сказал друшлаг. Дуршлаг. А что нам делать дальше? Что же делать? Надо, наверное. А теперь делаем чуть уже и повторяем все сначала. Окунаем в муку. После этого будет сложнее, гораздо сложнее. В муку. Сегодня мне нужно накормить 30 с лишним друзей, так что посуда будет становиться все больше и больше, а на столе будет царить все больший бардак. Так что пока я этим занят, вам придется побыть со мной. Вот в этом котле мы начнем готовить томатный соус. Секрет, даже два отличного томатного соуса. Три секрета томатного соуса. Во-первых, вам нужно немного оливкового масла, во-вторых, анчоусы. Масло из банки я тоже солью. Быстро разломаем и бросим в котел. Обещаю, сегодня вечером все поедят вовремя. То есть в восемь. А наши часы на стене не тикают. Теперь кладем сюда свеженарезанный чеснок. Здесь примерно две головки. Доведем его до измождения, а сами тем временем начнем резать томаты и прочее. Гаррет, пожалуйста, почисти для нас устриц. Ребят, как дела? Почти все? Почти все. Вы думаете, что почти закончили, но это совсем не так. Ладно, давайте сделаем ангела пасты из Тамсин. А что ты сделаешь с остальными? Мы найдем другого ангела пасты. Другой ангел пасты? Это нужно для пасты. Нет, это для образа. Я это была идея. Вот продвинутый кусок пасты. Необыкновенный кусок. Покажи мне весь. Не могу, она длиннее, чем мой рост. Это будет фрагмент тольятели. Кажется, я испортил самое длинное полотно пасты в истории. Итак, нашим бесстрашным друзьям удалось изготовить пасту, и теперь мы покажем им, как делать тольятели. Прелесть этой техники. Вся прелесть в том, что вы просто вставляете это сверху и, подавая тесто с этой стороны, крутите ручку. А когда оно начинает выходить, подхватываете с другой стороны и вытягиваете. После этого посыпьте их мукой, чтобы не слиплись, и тонким слоем разложите по всему столу. Да, так и нужно. Свежие и сочные томаты с кожицей и прочим. Ханна, ангел мой, ты этим займешься? Управишься с ножом? Не надо резать пальцы, порежь кубиками томаты. Как дела, Гаррет? Так как устрицы очень нежные, мы отварим их на малом огне и слегка обжарим, чтобы они сохранили свою форму, когда мы добавим их пасту. Все, что есть в этом блюде, наш собственный улов. Сами поймали. Как дела? Хорошо, сколько томатов? Все, что позади. Все? Да. Ладно. Нам нужно много соуса. Он должен покрывать пасту, чтобы вы просто... Мы добавили туда анчоусов, и поэтому вот что получится. Их соль вытянет влагу из томатов, и те лучше разойдутся. Ясно, не думала, что все эти большие куски разойдутся и станут мягкими. Нет, пусть немного потушатся, а затем я добавлю бульон, который тоже довольно соленый. Попробуй его, и ты все поймешь. Бульон из морепродуктов. Это с мидий. Видишь, какой соленый? Добавим совсем немного, и все будет хорошо. Соль поможет размягчить. Она просто вытягивает влагу. Да. Дегидратирует. Джаз, что она делает? Хороший вопрос. Патрик, тебя мама не учила не играть с едой? А, сам хочешь поиграть. Мы закончили. С этим все? С этим все. Красиво. Сегодняшний обед. Теперь видите, что здесь получилось, да? Смотрите. Мы просто налили сюда море оливкового масла, положили анчоусов, чеснок и томаты. На данном этапе анчоусы начали вытягивать сок из томатов, в результате чего соус начал становиться гуще. Сейчас мы этому поспособствуем, добавив этот прекрасный бульон. Вот то, что осталось после отваривания миди и нескольких рыбных костей. Этот бульон очень крепкий и очень соленый, так что я налью примерно столько за раз. Посмотрим, как изменится вкус. Это динамичный процесс, так как точного рецепта просто нет. Добавим сюда базилик, который я сорвал на улице. Перемешиваем. Теперь осталось только добавить консервированные томаты без кожуры. Оставим вариться в течение 45 минут, чтобы оно упарилось. Для подобных томатных соусов это необходимо. После этого мы поджарим луцианов, добавим мидий, обжарим устриц и добавим туда же. И можно сервировать обед для друзей. Отличный план. Итак, соус варился в течение 45 минут или около того. И сейчас пора добавлять последние компоненты, чтобы мы могли это сервировать на всех. Вот здесь у нас лежат мидии, приготовленные в белом вине. Это луциан из кожицы, поджаренные на оливковом масле. Тушеные в сливочном масле устрицы и в вонголе. Отварные мелкие моллюски. Кидаем все сюда минут на пять, варим пасту, собираем отряд и обедаем. Итак, вы готовы? Отлично, Джаз. Давайте выпьем. Мистер Бомонд, это обновит наши души в Транскеи. Надо поднять тост. Чёрный перец. Никогда такого не видел. Джон, здесь нужна соль и чёрный перец. Будем. Семь лет назад. Невероятно. Семь лет. Днём и ночью. Посмотрите. Хорош! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продюсер Жанна Банелло Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok